в эфире пингвинус в этом видео новости из мира линукс и айти состоялся релиз обучающего пакета джи комприз 1.0 этот релиз примечательным по двум причинам во первых это то что это юбилейный релиз проекту исполнилось целых 20 лет и второе это то что релиз наконец-то через 20 лет получил целочисленный номер 1.0 что в линукс среде прямо целое событие пару слов о самой программе или игре или как я это называю обучающем пакете джи комприз представляет собой очень большой набор различных обучающих игр развивающих упражнений для детей примерно в возрасте от 2 до 10 лет всего в нем более 140 упражнений все материалы распределены по категориям это и классические математические задания изучение цифр счета математики изучение букв чтение изучение окружающего мира основ компьютера разно логические игры и так далее и так далее тут действительно очень много всего кстати джи комприз есть и под windows и под android причем раньше она была частично платной но сейчас если не ошибаюсь стала вообще полностью бесплатной поэтому если вы не можете найти ребенку нормальное увлекательное развивающее приложение в котором не будет рекламы донатов и так далее то обязательно установите джи комприз потому что насколько я знаю найти сейчас что-то вообще без внутренних покупок и прочего в том же плей марксе очень очень сложно единственное конечно что может быть немного отталкивает это наверное оформление здесь к сожалению такая олдскул клепартовая графика мы такое видели наверное как раз лет 10-15-20 назад хотя возможно для детей такая простота может быть лучше но все равно очень многое смотрится очень алиповато по поводу разработки первая версия программа появилась двухтысячном году ее написал француз по имени бруно и что еще интересно почему собственно программа называется с буквы g это в линук среде так принято называть приложение которые используют библиотеки gtk то есть простыми словами дружат больше с гном но в 2014 году появились идеи о переписывании всей программы на использование библиотеки cute вместо gtk и в результате собственно так и произошло и сейчас джи комприз основана на cute но название за ней сохранилось более того сейчас разработкой активно занимается сообщество кде вот такой переход с gtk на cute интересные показательные все-таки как бы не хвалили гном gtk но вот обычно переходят именно с gtk на cute но не обратно и как я уже сказал проект исполнилось 20 лет и в честь этого события наконец-таки выпустили версию с номером 1.0 на самом деле когда проект был основан на gtk то последний gtk на версии была 14 а потом как перешли на cute то начали нумерацию снова с нуля и вот с 2015 года в течение пяти лет шли к версии 1.0 решение правильно я уже как-то рассказывал свою позицию по этому поводу мне не очень нравится что в linux программы имеют версии часто меньше единицы хотя программа может существовать уже лет 5 и более но не дойти до версии 1 то есть как бы кажется что это бета-версия какая-то переходим к самому релизу отмечу лишь некоторые изменения добавили новое меню для выбора тех материалов которые будут изучаться в выбранном уроке то есть можно например ограничить сложность упражнений добавили новую активность для изучения электрических цепей и имитации их работы очень интересно даже взрослому можно поиграться добавили новые упражнения на изучение цифр сложения вычитания для совсем еще маленьких детей добавили еще одну активность которая называется гравитация которая рассказывается про основы гравитации как вы видите все активности имеют свое оформление да она простое без жилише с одной стороны как я говорил это не очень привлекательно выглядит а с другой когда все сейчас стараются выделиться накидать ненужных эффектов мишуры может быть как раз в данном случае чем проще тем лучше и напоследок еще отмечу такой момент в g-компресс к сожалению не все сейчас переведено на русский язык но потихоньку дорабатывают и переводят частями а мы идем дальше состоялся релиз программы для профессиональной записи обработки звука ardor 6.5 я вообще в таких программах мало что понимаю сейчас скорее хочу просто показать какие приложения существуют под linux причем ardor доступна еще и под windows и под mac os программа имеет открытый исходный код позволяет записывать звук с любого оборудования работать со звуковыми дорожками редактировать их выполнять мастеринг в общем для тех кто занимается звуком этот инструмент может быть очень интересен по самому релизу список изменений относительно большой но я остановлюсь буквально на нескольких вещах добавлена поддержка плагинов формате vst3 это специальный формат плагинов именно для обработки звука который был разработан и курируется компанией штейнберг поработали над производительностью существенно увеличили скорость отображения всех автоматических миди дорожек добавили поддержку некоторых тегов аудиофайлов и сделали еще массу изменений состоялся релиз операционной системы ubuntu touch 14 ubuntu touch эта система для мобильных устройств для смартфонов и планшетов сейчас она разрабатывается под руководством сообщества юбипорт но изначально была разработана компания canonical который выпускает ubuntu за что им огромная благодарность без них без их поддержки вряд ли такая система вообще появилась бы потому что на это нужно не только идеи но и программисты опыт деньги мотивация определенная инфраструктура для разработки и так далее но к сожалению относительно недавно в 2017 году canonical решила прекратить развитие ubuntu touch марк шаттерволд глава компании canonical объявил о прекращении разработки он написал что им сейчас более интересно направление облачных технологий и интернета вещей но на самом деле все не так просто бывший разработчик ubuntu touch саймон рафнер написал объемную статью которой он поделился своими мыслями о том почему проект потерпел неудачу сам саймон работал над ubuntu touch с момента ее официального объявления еще в 2013 году он верил в цели задачи проекта он постоянно использовал ubuntu touch на смартфоне nexus 7 давайте я сейчас просто буквально в двух словах расскажу некоторые мысли из его статьи он писал что делать обычную десктопную ubuntu для персональных компьютеров это относительно просто во многом потому что нет тех препятствий именно с аппаратной частью вы можете установить любую операционную систему практически на любой пк и когда появилась ubuntu в 2004 году ее самый крупный конкурент всеми любимый microsoft имел далеко не лучшую репутацию система стоила денег пожирала ресурсы как написал он следил за пользователями поэтому собственно у ubuntu были все козыри это цена точнее ее отсутствие простота установки возможность работать на более старых компьютерах открытость поэтому в целом с ubuntu проблем особо то и не было но в отношении мобильных устройств все было совсем по другому и когда каноника заявила что будет выпускать ubuntu touch то ситуация была совсем другая то есть если брать ubuntu и windows то здесь windows изначально была в таком возможно негативном свете а вот android и ios не были уязвимы а цели ubuntu touch были действительно очень очень амбициозные кто-то говорил что каноника хочет захватить один процент мобильного рынка вроде бы один процент звучит не так страшно но на самом деле это очень очень сложно непосильная задача если бы на тот момент это удалось достичь то все бы развивалась совсем по-другому это означало бы продажи около 11 миллионов телефонов на ubuntu и около двух миллионов планшета в то время и если бы с каждого это устройство удалось бы заработать хотя бы один доллар то этого хватило бы чтобы оплачивать труд более 100 разработчиков но это были действительно очень амбициозные планы которые были разрушены различными препятствиями возникли самые разные проблемы первое заключалось в том что например различные мессенджеры и сервисы будь то вот стапы instagram twitter и другие просто не позволяли клонировать свое по и запускать его на устройствах под ubuntu то есть представляете вы хотите сделать мобильную операционную систему но никому из крупных игроков она изначально не интересно никто вас не поддерживает а ведь никому не нужен будет смартфон системы которых нет самых популярных мобильных приложений и еще изначально canonical была сфокусирована на том чтобы сделать ubuntu touch такой что если вы подключаете свое мобильное устройство к монитору и к нему мышку клавиатуру на то у вас смартфон превращается как бы в мини-пк то есть система адаптируется под большой экран вы получаете фактически настольную операционную систему эту функцию назвали конвергенцией но к сожалению большинству людей это было не интересно как написал саймон рафнер совсем немногие были готовы платить премиальную цену за телефон который может превратиться в тормознутый ноутбук при подключении к внешнему дисплею далее возникло очень много трудностей с самой разработкой очень много не работало глючило очень много проблем возникло с поддержкой аппаратной части смартфоны очень быстро устаревают то есть это очень 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 сложный рынок в общем если в двух словах наступили на все возможные грабли было еще очень много проблем и в самой структуре разработки во взаимодействии программистов маркетинге и так далее так далее в итоге стало понятно что очень много времени уже потеряно, очень много средств вложено, а ВОЗ и ныне там. Начались сокращения разработчиков, подсчёт убытков, но нужно отдать должное, ошибки были признаны, работа так или иначе была проведена огромная, и в целом опыт, пусть и неудачный, это почти всегда хорошо. И в 2017 году было принято решение закрывать проект. Но очень хорошо, что проект не был заброшен, его разработка подхватила сообщество UbiPorts, и они потихоньку развивают Ubuntu Touch и выпускают новые релизы. Но, конечно, смотря правде в глаза, нельзя чего-то ожидать глобально от Ubuntu Touch без вливания действительно огромных денег, опытных разработчиков, маркетологов и других специалистов. Сейчас Ubuntu Touch можно установить на определённый ряд смартфонов и планшетов, список совсем небольшой. Я ни разу в жизни не видел в реальности, как работает Ubuntu Touch, но вообще в планах есть даже, может быть, мысли специально приобрести или как-то одолжить устройство, на котором можно будет его поставить и пощупать вживую. Главное не превратить чужой смартфон в кирпич. Есть отдельная страница на сайте Ubuntu Touch со списком тех приложений, которые работают в системе. И среди них есть много веб-приложений, там и WhatsApp, Skype, Telegram, то есть многие сервисы, для которых есть веб-версия, они работают. Но стабильность, если почитать отзывы, хромает, конечно. Я, конечно, немного отвлёкся, мы изначально говорили о новом релизе Ubuntu Touch 14, пару слов о самом релизе тогда. В список поддержимых устройств добавили смартфоны к Xiaomi Redmi 4X, Huawei Nexus 6P и планшет Sonic Xperia Z4 Tablet. Обновили некоторые базовые приложения, у них стал более понятный интерфейс, улучшили поддержку тёмной темы оформления, добавили в меню выключение кнопку для создания скриншотов экрана, улучшили подключение к Bluetooth устройствам и сделали ещё ряд небольших изменений. Как итог всего вышесказанного, хочу пожелать удачи и выразить уважение тем, кто работал изначально над проектом и тем, кто над ним продолжает сейчас работать. Жаль, что сейчас это делается скорее на энтузиазме, и будущее у этого проекта очень-очень туманно. Состоялся релиз среды рабочего стола Cynomon 4.8. Cynomon — это самостоятельная среда рабочего стола, которая является форком-ответвлением от GNOME 3, разрабатывается проектом дистрибутива Linux Mint и имеет дизайн больше похожий на классички GNOME 2. Предыстория здесь довольно простая. В 2011 году вышел GNOME 3 версии, который, можно сказать, изменился до неузнаваемости, именно внешне. От старого доброго второго GNOME с его простыми и понятными панельками на рабочем столе не осталось и следа. И, конечно, это было воспринято очень-очень тяжело многими, и разработчики дистрибутива Linux Mint решили вернуть прежний интерфейс GNOME, и изначально написали несколько дополнений или расширений для GNOME 3. Назвали их Mint Gnome Shell Extensions. И, например, Linux Mint 12 вышел в двух версиях — еще со старым GNOME 2, и вторая версия с версией GNOME 3, но уже с экстеншенами. Но в процессе дальнейшей работы возникли разные проблемы. Во-первых, интерфейс все равно был до конца не похож на привычный старый добрый, и оказалось, что далеко не все функции, которые требовались, можно было реализовать в виде расширений. И в итоге было принято решение делать форк GNOME и уже развивать параллельно свою отдельную среду рабочего стола, которая получила название Цинамон. Интерфейс Цинамон действительно очень понятный, приятный, и, возможно, незаслуженно Цинамон сейчас не так популярен, как мог бы быть. Кратко остановимся на некоторых моментах в новом релизе 4.8. Я, к сожалению, не нашел простого быстрого способа установить именно эту самую новую версию, поэтому показываю экран версии 4.6. В файловом менеджере добавили возможность добавлять файл в избранное, и такие файлы доступны в системе глобально. То есть, во-первых, в самом файловом менеджере слева доступен пункт «Избранное», и вы можете быстро перейти к этим файлам. Также есть этот пункт в стандартных диалоговых окнах, и в меню файла у некоторых приложений также есть этот пункт «Избранное». Немного изменили схему работы с дополнениями. Если раньше для каждой новой версии среды и разработчик дополнения должен был явно указать, что его дополнение поддерживается этой новой версией, то теперь этого делать не нужно. Предполагается, что все дополнения автоматом поддерживаются в этой новой версии. Улучшили поиск по главному меню, улучшили интеграцию приложений в формате Flatpak. И выполнили еще ряд изменений. И, наконец, перейдем к новости, которая касается или может коснуться каждого из нас. В России обязали на произведенные смартфоны и планшеты уже с 1 января 2021 года предустановить российские приложения. Кратко расскажу, о чем вообще идет речь. Было выпущено постановление правительства, согласно которому на ряд технически сложных товаров должны быть предустановлены российские программы. То есть, если какое-то устройство из этого списка продается в России, то на него должен быть предустановлен определенный набор программ. Приводится список этих самых технически сложных товаров, если простыми словами, то это смартфоны, на них должно быть предустановлено аж 16 отечественных приложений, это смарт-ТВ, на них 4 приложения, и на компьютере должно быть предустановлено три отечественных приложения. И были определены классы программ, всего их 16. То есть это то, из каких категорий по функциональному назначению должны быть предустановлены эти самые программы. Список категорий написан таким официально бюрократическим языком, если по-простому это браутер, поисковая система, карта, хранение данных в облаке, мессенджер, голосовой помощник, новостной агрегатор, соцсети, офис, антивирус, защита, программа для доступа к сервисам госуслуг, программа для использования платежной системы МИР, программа для доступа к ресурсам, включенным в утвержденный министерством цифрового развития связей, массовой коммуникацией интернет-сервисом, в том числе программа для доступа к списку российских программ, быстро набирающих популярность. И еще две очень интересных категории это программы, обеспечивающие доступ к онлайн трансляциям и контенту, размещаемому пользователями, и программы, обеспечивающие аудиовизуальные сервисы. То есть, понятно, сюда попадут какие-то онлайн кинотеатры, но вот интересно, что сюда попадет вместо Ютуба, например, или какой-то аналог Ютуба. В общем, как вы видите, теперь на смартфонах будут предустановлены, можно сказать, все программы, которыми пользуются, наверное, больше 90% людей. И такие программы будут отечественные. И что самое интересное, никаких конкретных названий пока вроде как не приводится. Но есть ряд требований, которым должны соответствовать эти самые программы. Одно из них это то, что исключительное право на программу должно принадлежать одному или нескольким правообладателям. Это либо, как написано, Российской Федерации, либо субъект Российской Федерации, либо российское юридическое лицо, либо даже физическое лицо, являющееся гражданином РФ. И еще интересный момент. Программы будут выбираться не просто так, они должны будут иметь высокую популярность, которая будет рассчитываться на основе рейтинга программ, формируемого Министерством Цифрового Развития Связи и Массовых Коммуникаций Российской Федерации на ежегодной основе. То есть будет некий рейтинг, и, как указано, для формирования рейтинга количество пользователей программы должно составлять не менее 500 тысяч за предшествующий год. И в перечень программ будет включаться одна программа с максимальным рейтингом по каждому классу. Есть исключения. Например, для категорий соцсети программ в перечне будет две. Для категорий программ, обеспечивающих аудиовизуальные сервисы, в перечне включаются не более 10 программ, определенных президиумом правительственной комиссии по развитию производства и распространению чечного аудиовизуального контента и числа аудиовизуальных сервисов, включенных в реестр аудиовизуальных сервисов в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона об информации и информационных технологиях о защите информации. То есть еще раз, из категории программ аудиовизуальные сервисы в перечне будет включаться не более 10 программ. И есть еще ряд некоторых условий. Сами программы должны быть предустановлены на устройство именно изготовителям этих устройств, либо уполномоченными лицами. Новость, конечно, в целом интересная. Производители смартфонов, компьютеров, я думаю, до сих пор в шоке. Пока непонятно, что да как им делать. А срок-то уже вот буквально через месяц. Кстати, на ПК должны быть предустановлены программы из категории браузеры, офисного ПО и антивируса. С браузерами, я думаю, тут в целом понятно. Есть у нас игроки, которые на основе Chromium'а делают свои решения. А вот интересно, если мы компьютер поставляем с Ubuntu, например, то нам на него что, антивирус, что ли, устанавливать? А со смартфонами тоже не так как-то не все, ясно. Представляете, покупайте смартфон, а на нем у вас, как минимум, помимо штатных приложений, еще 16 штук стоит других. Многие крупные производители и компании, конечно, негативно на все это отреагировали. Помимо того, что вообще вся эта идея, возможно, несколько странная, так и сроки у нее настолько сжатые. В общем, вопросов море, а ответов я не знаю. Как будет обстоять дело с удалением этих приложений, тоже не совсем ясно. Можно ли будет их одним или двумя кликами удалить с устройства, тоже пока непонятно. Какие именно это будут приложения? Как будет решаться вопрос с тем, что у нас есть ряд крупных компаний, которые вроде как российские, а юридически они не совсем российские. Даже пошли слухи о том, что это заговоры, это все для слежки за пользователями и так далее, и так далее. В общем, тема только набирает обороты. Кстати, еще есть шуток, интересно. Есть ноутбуки, есть компьютеры, которые продаются просто без операционной системы, с ДОСом. На них интересно, какой мы антивирус будем ставить или какой браузер. И также непонятно вообще, какой у нас отечественный офис сейчас. Эту тему можно очень долго обсуждать. Думаю, что мы еще обязательно о ней поговорим. Вроде как в середине декабря будет уже список программ представлен. Обязательно на него потом посмотрим. А на этом все, будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем добра, хорошего настроения, теплой, красивой зимы. С вами был Пингвинус. Продолжение следует... Продолжение следует...